Изменения избирательного законодательства у нас в стране происходят каждые полгода. Значимые изменения избирательного законодательства происходят раз в два года. Ну и уж точно каждым очередным федеральным выбором оно переписывается существенно. Это понятно, потому что Крупье фактически меняет правила игры в казино так, чтобы ему было выгодно. Было выгодно отменить одномандатные выборы, чтобы побеждала Единая Россия, отменили. Было выгодно теперь, когда Единая Россия потеряла значительную часть своей популярности, возвращать эти одномандатные выборы, чтобы пускать как бы не беспартийных кандидатов, а на самом деле кандидатов от Народного фронта, то есть той же самой Единой России, только по-другому названной, они сейчас вводят назад одномандатные округа. Я против вообще такого подхода к законодательству. Я считаю, что правила игры, они для того и существуют, чтобы существовать в течение длительного времени и не меняться. Для того, чтобы к ним можно было привыкнуть и начать их использовать, на них полагаться. А если каждый раз правящая партия будет менять все под себя, ну это, я считаю, профанация и приведет только к тому, что люди вместо того, чтобы участвовать в выборах, возьмутся за винтовки, за бомбы, за вилы и выгонят их к чертовой матери.